Амир Кедрасов Всем по порядку. Елена Камалова. Утром 9 мая к монументу боевой и трудовой славы представители городской администрации возложили цветы, отдав дань уважения сражавшимся за нашу Родину. Ветераны в День Победы впервые за много лет не смогут встретиться с друзьями и даже не выйдут на улицы городов, которые они когда-то защищали. Сегодня они главная группа риска. Но если ветераны не могут пойти на праздник, значит праздник должен прийти к ним. Уважаемые горожане, в первую очередь хотелось бы поздравить всех с праздником 9 мая. Пожелать им здоровья, успеха. Сегодня мы с вами присутствуем на акции фронтовая бригада, которая поздравляет и со сложившимися ситуацией с коронавирусом. Поздравляет под окнами ветеранов наших. Мы обернем сегодня 19 ветеранов, которые остались в нашем городе. Поздравим каждого. Песня «День Победы» Песню «День Победы» вместе с артистами фронтовой агитбригады пели на своих балконах ветераны, а также их родные и соседи. У нас в подъезде живет участник Великой Отечественной войны, дядя Миша. Всю жизнь, сколько мы здесь живем, он с нами. Поздравляем каждый год. В этом году не можем прийти, но администрация смогла поздравить великолепным образом с песней. Мы очень тронуты. Мы сами подпевали. Биби Сара Абдульмаликовна Базырова в июне отпразднует свой 96-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст и сопутствующие ему недомогания, 9 мая она, как и прежде, была в строю ветеранов. Нарядная, улыбающаяся, из своего окна приветствовала она артистов. ПЕСНЯ К сожалению, в этот праздничный день у горожан нет возможности пройти с портретами родных в колонии Бессмертного полка. И все же традиционная акция состоялась, пусть и не в совсем обычном формате. Кумертаусы разместили портреты на балконах и в окнах своих квартир или вышли с фотографиями к подъездам. У меня дедушка похоронен в Австрии. Я не смогла в этом году побывать там. Я хотя несколько раз уже была на его могиле. Поэтому всегда мы будем помнить и чтить память наших дедов, прадедов, которые отдали жизнь за нашу свободу. За то, чтобы мы жили вот так классно. Спасибо им. Низко кланяюсь. В 7 часов вечера после всероссийской минуты молчания Кумертаусы массово выйдут на балконы еще раз, чтобы спеть День Победы. А в 23.50 в окнах домов зажгутся фонари и свечи. Знак памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны. За всем происходящим в городе можно было наблюдать, не выходя из дома. Наш телеканал организовал телемарафон с прямыми включениями из разных уголков города. В прямом эфире были и гости, и захватывающие дух кадры с воздуха. Помимо этого телезрители и подписчики нашей группы ВКонтакте посмотрели парад 45-го и хронику юбилейных мероприятий 1995 года в Кумертау. Тогда мы отмечали 50-летие Победы. Бессмертный полк также прошел в эфире. Восьмой год подряд мы проводим телевизионный вариант акции – проект «Лица Победы». Начиная с 2012 года нам удалось собрать порядка 2000 фотографий ветеранов Великой Отечественной войны. Праздничный эфир завершился показом фильма «Аты бы отошли солдаты» и прямой трансляцией салюта в честь 75-летия Победы. Продолжение следует... Поздfficiency являетсяует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в канун праздника коммунальщики города наводили порядок на закрепленных территориях. Особое внимание было уделено Парку Победы и непосредственно самому монументу боевой и трудовой славы. Несмотря на режим самоизоляции, Кумертау, как и все населенные пункты России, готовится к празднованию 75-летней годовщины Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками. В частности, ведется косметический ремонт монумента боевой и трудовой славы. Планируется поменять морально устаревшую и лопнувшую плитку на монументе. Значит, будет уже лежать непосредственно гранит и, по сути, наверное, должен прослужить долгое время. За несколько дней, оставшиеся до праздника, рабочие благоустроят дорожки в парке, установят металлические ограждения, заменят отколовшиеся куски гранита у вечного огня и провалившуюся тротуарную плитку. Мы заменяем вот этот частичный ремонт тротуарной плитки, которые сломаны были во время этой работы. Сейчас решили чуть-чуть обновить. Качество проводимых работ проверит глава администрации городского округа Олег Фролов. В дальнейшем планируется не частично, а полностью заменить морально устаревшую гранитную плитку на вечном огне, перенести за город гнезда птиц, облюбовавших парк Победы и доставляющих определенный дискомфорт горожанам. В этом году также будут установлены установки определенные, которые без ущерба для птиц создадут определенные условия для жителей. То есть птицы здесь уже находиться не будут, они спокойно улетят в более благоприятную атмосферу, это ближе к лесу, и там будут спокойно жить. По словам Дмитрия Гаврилова, в начале лета у монумента будут высажены новые кустарники и цветы, заменены морально устаревшие светильники, скамейки и урны. Будет покрашена и отремонтирована боевая техника, установленная в парке. Традиционная акция «Я помню, я горжусь» в этом году претерпела изменения. Волонтеры Победы совместили раздачу георгиевских ленточек с не менее важным атрибутом новых реалий. Не только георгиевские ленточки в эти дни раздают волонтеры Победы. 4 мая активистам передали 3000 масок. В местах массового скопления людей, у торговых центров и в магазинах можно встретить волонтеров, которые дарят и георгиевские ленточки, и защитные маски. Люди всегда, в принципе, хорошо реагировали на георгиевскую ленточку. Они ждут эту акцию, так как праздник Победы, он является очень значительным для нашей страны. Ну а маска как приятный атрибут, потому что сейчас очень много расходуется, но маска никогда не бывает лишней. Актуальность акции про раздачу масок сложно не оценить. Как раз с сегодняшнего дня в республике введен особый масочный режим. И появляться в общественных местах можно только при условии защиты рта и носа. Многие, зная это правило, уже запаслись одноразовыми масками или сшили самостоятельно. Отрезала кусочек, сделала складочки и резиночку. Все. Три маски такие сшила. Во-первых, заходишь в аптеку, спрашиваешь, и даже объявление есть, что масок в продаже нет. Это, во-первых. Во-вторых, и даже перчаток в некоторых аптеках нет. Поэтому пожелание, чтобы все-таки нас снабдили средствами защиты от этого. Всем охота быть здоровыми и соблюдать какую-то меру предосторожности. То есть ходить в перчатках, масках, чтобы были какие-то средства защиты от этого. Ну неплохо, что совместили, да? Да, это очень хорошо. И добровольцев я поддерживаю. Они молодцы. Девчонки вообще умницы. Особый режим в республике продлится еще как минимум неделю. Однако нет уверенности, что за праздничные дни тревожные цифры количества зараженных не пойдут резко вверх. Этот показатель зависит от общей сознательности и соблюдения мер предосторожности. Учащиеся выпускных классов из малообеспеченных многодетных семей получают планшеты для дистанционного обучения. Это благотворительная акция, проводимая за счет меценатов и организации партнеров. Продолжается акция «Помоги учиться дома», задуманная агентством стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации. В рамках акции в Башкортостане за счет добровольной помощи организаций партнеров и волонтеров было приобретено 500 планшетов для учащихся 9-11 классов из малообеспеченных многодетных семей. В рамках этого проекта уже 8 девайсов было вручено всеми различных школ города Кумертау. Сегодня еще 6 планшетов будет вручено дополнительно. Также в рамках этого проекта в двух республиканских образовательных организациях БРГ номер 3 и РПЛИ города Кумертау также вручают данные планшеты. Несомненно, планшеты очень нужны и своевременный подарок, который поможет не только дистанционно учиться, но и тщательно подготовиться к экзаменам. Кроме планшетов, многодетные и малообеспеченные семьи получили продуктовые наборы по линии благотворительного проекта «Продукты Башкортостана. Забота о вас» от волонтеров штаба «Единая Россия. Наша забота». Для дистанционного обучения передаем вам пользование. Учитесь, хорошо сдавайте экзамены, выпуститесь со школы, потом у вас приезжают, и студентам будете использовать. Хорошо? Спасибо. И продуктовый набор еще? Да, и продуктовый набор от партии «Единая Россия». Спасибо вам, продуктовый набор. Спасибо большое, конечно. На этом добрые дела не закончились. Представители партии «Единая Россия» передали продуктовые наборы медикам, круглосуточно работающим вахтовым методом в инфекционном отделении городской больницы. Сегодня мы хотим от лица местного отделения главы, от секретаря местного отделения партии «Единая Россия», от Олега Юрьевича Фролова, сказать большое спасибо нашим врачам. И вручить небольшие продуктовые наборы, но это чайные наборы, чтобы люди могли передохнуть, выпить чашку чая, вечером посидеть, подумать, наверное, о близких, пообщаться, может быть, через скайп со своей семьей. Благодаря труду медицинских работников инфекция не распространяется по городу, а заболевшие получают своевременную помощь и идут на поправку. Спасибо вам за заботу. Спасибо вам за поддержку. Главное, что вы это берегите себя. Мы все подарки передадим обязательно нашему коллективу, и от коллектива хочется поблагодарить за ваше участие в нашей работе. Но мы постараемся побороть коронавирус. На неделе в Кумертау также была организована выдача продуктовых наборов. Благотворительная акция была организована за счет средств крупных предприятий республики, а сам набор состоял из продуктов, произведенных в Башкортостане. В республике стартовал благотворительный проект «Продукты Башкортостана. Забота о вас». На призыв главы республики Радия Хабирова откликнулся ряд предприятий, перечислив крупные суммы для поддержки малоимущих и многодетных семей. На эти средства были куплены продукты и сформировано 100 тысяч продуктовых наборов. Мамы, которые являются получателями детского пособия, то есть признаны малообеспеченными, это многодетные семьи и там, где один родитель, сегодня, завтра и послезавтра смогут эти продуктовые наборы получить. Все эти списки у нас в центре семья имеются. Мы их получили от центра соцподдержки города Мелиуза. И согласно этих списков специалисты сегодня всех мам обзванивают. Поэтому, если вам поступил на телефон звонок, не пугайтесь, это действительно специалисты службы семьи. Мы вас приглашаем получить продуктовый набор. Находится раздача, пункт раздачи в здании «Прометея». Продуктовый набор выделяется и дается только единожды, как помощь, которая оказывается в рамках именно той ситуации, которая сложилась не только в республике Башкортостан, но и во всем мире во время вируса, пандемии, когда многие остались без работы, без средств к существованию. Это такая необходимая мера поддержки. Кумертау получил 1200 продуктовых наборов. В их составе самые необходимые продукты питания от местных производителей. К примеру, карламанское сгущенное молоко, крупы от Башбакалеи, чешминское растительное масло, тушенка от Уфимского мясокомбината и многое другое. Продуктовые наборы получали малоимущие семьи, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на ребенка, а также многодетные семьи, получающие ежемесячное пособие на ребенка. В связи со сложившейся ситуацией в стране и в мире с коронавирусом правительство Республики Башкортостан решило помочь малообеспеченным семьям в виде выделения продуктовых наборов. Очень сильно оказали помощь нашей семье. Я многодетная, у меня четверо детей, и, конечно, вот то, что вот эта сейчас помощь есть, это даже очень большое спасибо нашей администрации, кто помогает нам все время с этим. Спасибо большое. Я вот сейчас в данный момент не работаю, и поэтому это очень хорошая помощь. Очень приятно, конечно, было, то, что про нас тоже помнят. Вот. Посмотрим, какой будет дальше у нас, какая будет дальше поддержка от государства. Вообще очень приятно. Спасибо большое. Если вы считаете, что попадаете в перечень людей, которым положен продуктовый набор, но вам не позвонили волонтеры, вы можете оставить заявку, позвонив по номеру регионального колл-центра 8 800 201 8903, а также по телефонам горячих линий волонтерских штабов проекта «Наша забота» в районах и городах Республики. Вся информация будет тщательно проверяться через социальные службы и домкомов, сообщают организаторы благотворительного проекта. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова